Я вас приветствую на канале. В этом уроке я с вами хочу поговорить, что такое Blackbox, Whitebox и Greenbox тестирование. И начну я с Blackbox тестирования. В основном оно под собой подразумевает в том, что Blackbox тестирование это тестирование на функционал или визуальной части, именно наружной части, вот то, что видит пользователь. А Whitebox это уже является тестирование, это уже тестирование кода, и этим в основном занимается именно программист, который в основном может писать унитесты, и вот, допустим, он открыл код и увидел где-то ошибка или бага, который воспроизводится в коде, она не дает что-то работать. Вот это уже можно назвать Whitebox тестирование, это уже идет тестирование и именно работа с кодом. Вам, например, будете заниматься Blackbox тестированием, это уже подразумевает под собой, именно уже работать с визуальной частью, поклеить на это кнопки, куда-то попереходить, вот тут посмотреть, посмотрите, например, есть какие-то графические тестирования, это тоже относится к Whitebox тестированию, это то, что мы видим, а это именно называется Blackbox тестирование, а именно Whitebox тестирование, это уже сама начинка, это уже является же код, то есть вот такие вот две разные вещи, они по-своему тестируются, в Whitebox тестирование можно еще отнести проверка форм, например, что-то вести, именно протестить форму, я не знаю, что-то иметь, ввести и нажать, что-то, оно должно отработать, например, у нас-то корзинка, нажать, оно удалится, вот это является уже Blackbox тестирование, так что вы можете проверить арфографические ошибки или соотношение с македом, то, что является вот снаружи, вам особо, если вы делаете Blackbox тестирование, вам не нужно именно знать, что находится под капотом, ваше дело, вы тестируете вот функциональную часть, или функциональную часть, а что если говорить уже о Greenbox тестировании, например, у вас есть какая-то форма, ну, допустим, тут формы нету, для примера, я вам открыл другой сайт, чтобы показать, например, вот у нас есть вот такая форма, на то я довольно часто делал уроки по этому сайту, мне показывают какие-то баги, примеры вот тоже привожу, и вот как раз она говорит, есть и о Greenbox тестировании, это, например, сейчас кликнем, перейдем на вход, дальше Network, и, например, это уже идет, например, вы ввели что-то в форму, вот запомнили имя, email, тема, вот запомнили какое-то сообщение, все сделали, нажали отправить, и должен уйти какой-то запрос, что-то куда-то должно записаться, ну, пускай вот такое вот тут, но все равно эта форма не рабочая, и, например, это уже работа уже, как, куда записывается запрос, куда он уходит, вот это вот отстание, вот перехода, это уже идет Greenbox тестирование, если нажать, ну, тут ничего не работает, вот пошел запрос, оно как будто куда-то отправилось, форма, конечно, сейчас вернемся, и напишет она, что, извините, произошла ошибка, ну, вот, если переходить уже, перейти в хэдер, мы видим, вот, именно уже внутреннюю часть, именно, куда зашел запрос, куда он записался, вот написано в 100 200, что он отправлен, и также сам идет сопровождающий текст, что было написано, вот это уже является Greenbox тестированием. Зачем можно концентрировать именно внимание, это в том, что вы, как начинающий специалист, будете заниматься, конечно же, Webbox тестированием, ну, в дальнейшем уже лучше иметь какое-то скилло по Greenbox тестированию, потому что это уже небольшой плюсик будет для вас на рынке труда, это всегда плюс, что у вас есть какие-то дополнительные скиллы и возможности. Ну, если вы там уже станете разработчиком и еще кем-то, ну, не еще кем-то, но разработчиком, дело в том, что вы уже можете, скорее всего, и будете писать для себя Whitebox тесты, ну, даже Юни-тесты, если будем все там на ангуляре еще с чем-то связаны, то это будет необходимая часть, но это тоже зависит будет уже от проекта. Так что, надеюсь, что вам был этот друг полезен, вы как раз узнаете, что Blackbox тестирование это визуальная часть, считайте, то, что мы видим в Whitebox, это уже под капотом, это уже идет код, и это Greenbox, это уже, считайте, идет передача запросов на сервер, это промежуточная часть, что-то между тем и темы читать морское. Ну что, надеюсь, что вам этот урок был полезный, пишите в комментариях, что вы об этом думаете, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на мой канал, всем спасибо, всем пока.